ну и наконец опять пропускаю есть у меня много тем интересно вот значит хочу вот эту еще тему так уилы так так ладно сейчас мне надо настроиться я заработал доверие двух сотрудниц двух университетов софи и я хочу с ними поговорить еще о чем ну вы свидетели и так во время вот этой съемки кажется этой курдюма рассказал какое какая была умная а я считаю гениальная женщина которую не признавала наука ты сам себе я многого не знаю где-то отца не скажу где-то кто папа у нее был и так исаева ирина все что я знаю с ней потом подружилась моя подруга бараховская вот как бы связующее звено получилось вот это уникальная женщина про нее рассказал курдюмов сейчас я опять повторю это очень важно это важнейшая тема и так слушайте кто еще не отключил компьютеры или телефоны значит все что касается поведения новых сортов диссертации сотни тысячи пользы наверное от них не так много как хотелось бы вот а есть еще кроме есть два направления второе вообще не рассматривается вообще никому не надо то есть еще раз говорю первое это селекция она тоже неправильно я железо утверждаю что селекция должна быть сведена от это моих этих сотрудницы но они не сотрудницы но или можно назвать сотрудницы все таки моем саду делаете лету диссертацию вот но мы познакомились подруги есть у меня фотография где мы пожимаем другу руки вместе софией и вот еще раз мною обозначены границы именно селекции и так селекция это когда дерево новый сорта образец форма что угодно клон садится поливается несколько раз и оставляется на всю жизнь на самопотек то есть защита от мышей может быть и от того чтобы трава не забила все она растет как считает нужным никаких ухаживаний не подкормок не полива ничего вот не рыхление не это самое не при никаких лишних веток ничего нету растет и все и к этому единственное что надо увеличить в десятки раз тиражирование этих саженцев садить густо садить по принципу садим их через метр на метр метр на метр на метр там получается на гектаре их тысячи тысячи и пусть себе растут какой-то момент берется секатор ножовка и видно какая-то часть заболела беспощадок вот она селекция не ухаживать за ним не лечить его а выпилить если она уже вот такое или если она вот такое просто чипнул секатор нету теперь между соседями деревья уже не метра два проведили потом посмотрели опытный класс и я на сану еще учил еще научу покажу как дерево которого нет ни одного еще листика сказать она будет диким полкультурами да она уже это знает вот значит опять секатор опять это те которые пошли в дикарей убираются и наконец проходит несколько лет вот урожай и вот тут уже начинается что второй этап называется это уже государственная премия это уже ордена потому что а делать то почти ничего не надо но для этого нужно вырастить не 10 не 100 от 1000 1000 деревьев поняли это сразу заменит все вот эту бесконечную работу это как открываешь эти на гсу выпускает эти самые книги в этой книге опять ветки или все я вас сколько показывал хуже уже видеть их сам не могу селекционным саду заниматься улучшением деревьев так вот есть второе направление это первое селекция посадил ничего не делай как чипай говорю я чай пил садись она чай пить все вот тогда второе направление она не менее важное вот о чем рассказывал курдюма сейчас скажу это значит нам нужно совершенствовать агротехнику почему этим никто не занимается почему вот это стало нормой жизни вот это вот это если сейчас ой боюсь уже если сейчас наберу обрезка вы такое увидите и надо доказать что эта обрезка вся вредна вот чем надо заниматься и почему я начал с ирины и сайвой почему я называю день им потому что меня подкупила я буду говорить не то что на вроде своими словами как и так она была в мечуевском институте так она сделала диссертацию диссертацию у него была одна на особицу и за отказались ее защищать принимать почему там не было селекции там было доказательство того что как бы я извините это будет грубо немножко вот ну как я понял если мы занимаемся селекцией улучшаем деревья до бесконечности в конечном счете мы не можем поднять урожайность против генотипа понес сколько генотип ну чё все свои вот ну пусть генотип ладно все таки различия бывают значит больше чем заложено в программе развития дерева вот положено за всю жизнь ему дать 150 этих самых центр вот больше не даст никогда вот или как еще ильяна санска хоть бубном пляши вокруг не отдаст не отдаст и вот эту именно идею рассказал о ней куриума николай иванович за что им очень благодаря все знать не могу мне повезло что у меня такой друг и вот значит я был очарован этими словами ты отказали она из семьи гениальных садоводов она исаева а ей отказали почему это покажи новый сорт пожалуйста покажи вот эти таблицы бесконечно а потом выброси это когда закончится где-то будете в мыши надеем мыши как любят как они любят архивы когда мне прислали книги мечурина вот такие толстые вон они я же вам показывал помните нет я вам показывал что они были съедены крысами книги курдюмова он так и сказал он не стал заглаживать он сказал я на помойке нашел книги курдюмова они библиотечные и у них писал такой виде какой были без обложек и обгрызенные мышами вот это было так вот как она могла доказать ее диссертацию можно с этих пыльных полок я знаете как было и конец истории ты десектив я риса к высаю запретили защищать диссертацию она поехала мне так куда в сибирь новосибирске какое к черту садоводство новосибирске ладно еще барнауле там потеплее вот нет новосибирске место воскнили она взяла и защитила деталка диссертацию поздравляем но это было давно и стала историей а курдюмова это рассказал так вот я обращаюсь к теле не совмест я обращаюсь к его подруге почти доктора наук это самое софия милые мои эти самые ученые новое направление должно быть доказать что существующие именно направлением как агротехника физиология растений абсолютно ошибочно абсолютно совершенно надо делать не только по-другому а наоборот везде ставить слова не 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 и доказать билет не билет сотня таких сотня таких резать не резать сотня таких сотня таких и пошло вот это должно стать будущим вот кто это сделал только сразу государство племя получить это тоже нелегко почему главные враги будут не эти не растения не грибы даже не эти самые которые тут же насядут на больные деревья на искалеченные эти самые тля и прочее гусеницы нет главные враги это те кто сегодня не не может по это поступиться принципами вот а принципы у них ложные вот это я хотел сказать я сказал вот у меня еще одна тема ну это я наверное сейчас буду закругляться во первых видели в уголочках мне опять просят помощи это моя ежедневная работа а у меня закончились эти у меня закончились заказы больше никто не присылает заказа это факт так теперь я сделал скидку сейчас я чеку еще каких-то 150 рублей просит вот я знаю вот сам это каждый день там 150 200 300 ребенок больные тэ 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 вот вот сейчас я закончили раньше отправлю деньги это пять минут перерыв и мы перейдем уже пусть даже все на короче получилось чуть-чуть раньше заканчивая но я хочу сказать еще ваши деньги это не мои деньги я на пенсию живу вот я просто прошу вас позаботься не обо мне о своем саде где-то я тут был где-то был это объявление помните а можно его найти знаете где а его можно найти вот здесь вот в гостевой книге объявление только для гостей сайта черенки 100 рублей вот косточки абрикосов сливишин черешин 15 рублей за штук но если вспомнить что абрикосы сейчас сколько их у меня достаточно купили хорошо взошли большинство а еще не все отчитался еще ниже у меня будет там отчеты схожесть великолепно вот особенно те которые 22 года вот что интересно опять они впереди я однажды взял и попал пожаловался к этому я пожалуйста бродскому или василий да что это такое почему у меня прошлогодние все хвалят кусочки которые лишний год пролежали в холодильнике или погребе ответ а ты чё не знал что у них лучше всхожесть ну а теперь знаю спасибо а я переживал вот этот момент значит сейчас есть возможность ой места не хватает ой ягод подожду не ждите в этот год посадите густо если не можете как помидор как морковку вот на таком расстоянии потом будете меня благодарить потом вот такие дела значит показывать еще раз это самое не придумал же я его эту фото галерея я сам не верю иногда думаю наверное снится вот самый неудачный год с абрикосами вот он самый неудачный год а вот самый удачный по 40 свисли ветер с дерева косточка дает ну я вам рассказывал что у человека получилось о сотня взошедших всего он купил кажется 120 я представляю что теперь раз уже не взошли куда они денутся в городе что он будет делать со 100 деревьями а все это удовольствие обошлось ему в 3 тысячи рублей один манджурский абрикос я показывал рекламу стоит 3 тысячи рублей это маленькие а большие 12 тысяч манджуриц манджуриц вот я еще цены снижаю мне выхода нет выбрасывать так жалко вы заметили как часы искали или на это вот она уже восемнадцатом году 6 лет назад просто она уже своя да надо закругляться надо закругляться придет весна и понесут или же пришла понесут с рынка саженцев влечено на смерть и выращивать больше никто не хочет все помните украдено присвоено это не знаю присвоено на чужих сайтах красавица на чужих сайтах красавица на чужих сайтах вместе с моей линейкой красавица смеяться будете помните киевская этот самая присвоила эту фотографию а где же взять человека с ведром абрикосов на украине что нету такого любого возьми ты ведешь абрикосов любого обывателя сдай ему на пол литра сфотографирую и скажи он купил у нас саженец одна питомник с тернополя а второй с киева вот эту фотографию присвоили я гордиться должен что такого добра у них нету что они вынуждены воровать фотографии вместе со мной с моей физиономии что я просто обыватель который у них саженец купил ну все друзья заканчивай как легко вырастить это все даже не представляете это нелегко это еще легче сейчас мы остаемся на пять минут еще одну важнейшую тему я не пробовал раскрывать потому что я устал и вы устали мы с вами прощаемся до мы с вами прощаемся до этого самого до следующего как он называется уже пять минут еще и мы снова вместе как он называется так так ну пора